Валим на порог От Волховского микрорайона Новооктябрьский Название деревни Валим очень старинное А многим волховчанам также известно и название Валимского ручья Который впадает в реку с правого берега, прямо напротив этой деревни Некоторые местные сторожилы из коренных произносят название через О И с другим ударением Валимской ручей Само это место излюблено лыжниками, рыбаками и просто отдыхающими Которые называют его просто Вальма Там же расположен и Валимский рубеж Название воинского мемориала на южной окраине Волхова-2 К югу от Халтурина Где в ноябре 1941 года проходил последний рубеж обороны Волхова И где немец, рвавшийся к Волховской ГЭС Был окончательно остановлен На военно-топографической карте Санкт-Петербуржской губернии 1863 года Отмечена деревня Валим с твердым знаком на конце А в скобочках дано второе название деревни Малый порог Это, видимо, относительно соседней деревни Порог, которая в архивных документах 19 века именуется Большой порог Ну или Большие пороги До 1917 года деревня Валим относилась к Михайловской волости Новоладожского уезда Позднее, к Октябрьской волости Волховского уезда Еще в первой половине 19 века Валим числился в Михайловском погосте Село Михаил-Архангел Который в старину являлся административно-территориальным образованием И полностью именовался Михайловский погост на Ладожском пороге Более ранние упоминания о деревне в письменных источниках Можно найти в работе автора Селина Историческая география новгородской земли в XVI-XVIII веках Новгородской и Ладожской уезды Ботской пятен Где деревня Валим входит в состав дворцовой порожской волости На протяжении всего указанного хронологического отрезка Первоначально название Валим однозначно относилось к одному из велецких порогов в реке Волхов На карте 1761 года отмечен Валимский порог А само название Валим Типологически прекрасно коррелируется с названиями ряда других волховских порогов Упомянутых на этой карте Несон, Гремот и, возможно, Велец Множественное число Вельцы Вероятно, из первоначального Вялец В этом случае именное название порога может быть связано Как с первоначальным Валимир То есть Валимиров или Волимиров порог Так и со старинным термином Валень Валынь, Валунь С предполагаемой семантикой нечто выпуклое, округлое, утолщенное или выступающее В данном случае о камне, препятствии в реке Переход Валынь, Валынь, Валень Для средневековых говоров более чем закономерен Вот другие примеры В свою очередь термин Волим, Волым Может быть и локальной модификацией другого термина Волма, который также отложился в ряде топонимов Новгородчины Волма, Волмина С предполагаемой семантикой Глубокое место в реке с сильным кручением воды, водоворот Более же надежное объяснение топонима Валим Связано с изменением внутренней формы названия Из первоначального Валин Ваулин Ваулин порог То есть опять же старинный от именной топоним Принадлежащий Ваулин Разговорной формы канонического имени Вавула Вавила Весьма распространенного в средневековье И последнее Топоним Валим мог возникнуть в давние времена Даже раньше 16 века Среди местных порожников Или лоцманов Как название порога Мотивированное некой специфической командой Валим Отдаваемой каждый раз при осуществлении определенного маневра Ведь в столь сложных и опасных условиях прохождения судна через пороги Команды, отдаваемые старшим лоцманом рулевому Должны были быть как можно более краткими И одновременно техничными В этом случае Вроде бы шутейская присказка Валим на порог Услышанная от местных жителей Кажется той самой короткой Дрывистой командной рулевому На совершение маневра Принесенной через века И сохраненной народной памятью В виде присказки Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»